Дорогие друзья, я не знаю, что вы переживаете, но во время вот буквально последних 10-15 минут почему-то такое чувство, что нужно помолиться. Я не знаю, что будет происходить или что происходит, но почему-то хочется так, знаете, какая-то такая тревога есть, есть желание помолиться, помолиться за всех нас, может быть, даже за Украину. Я вот не знаю, что происходит. Знаете, бывает такой момент, что нужно быть послушным Богу, поэтому я позову вас для молитвы. Только ты знаешь мысли по мысли человека. Мы всего лишь твои сосуды, в твоих руках, Господь, и ты сегодня побуждаешь весь народ Божий молиться. Я переживаю, что многие вещи, которые мы не знаем, но мы можем ощущать духовно. Мы хотим, Господь, передать это в твои руки. Мы хотим, Господь, попросить тебя, будь милостив, будь, Боже, просто благословен. Господь, мы просим, чтобы ты решил эти вопросы, какие бы они ни были, что бы это ни происходило, как бы враг не хотел бы глумиться над, может быть, военными, либо тем ситуациям, которые происходят на Востоке, либо даже вот здесь, в Одессе, что бы ни предусмотрел враг, то, что бы он ни планировал, Господь, дабы не совершилось то зло, которое планируется врагом. Господь, чтобы твой народ, он стал молитвенником. Народ твой стоял в проломе за наш город, за нашу страну, за наши семьи, за наши государства. Мы просим милости и благодати. Мы просим, Господь, будь с нами в этот момент. Багу Ха-Шем. Абба, спасибо тебе. Аминь. Вы знаете, в последнее время я стал таким немножко чувствительным к тому, что Бог делает. И я понимаю, что важность молитвы сегодня, как никогда, поднимается среди людей, верующих людей. Мы, может быть, не видим и не знаем силу молитвы. Может быть, мы еще не пережили то, что может делать молитва. Но я четко понимаю, что в последнее время, особенно в последнее время, нам необходимо взять на вооружение принципы молитвы, где бы мы ни были, что бы ни происходило. Библия говорит о том, чтобы всегда благодарили Бога. За все благодарите, ибо такова воля Божия о вас. За все благодарите. Дома, на работе, в семье. Вы знаете, и это становится частью моего, как бы, такого состояния. Утро поднимаюсь, может быть, я не кричу там, не хожу по углам, не кричу по комнате, но внутри я почувствую, что мой дух, он направлен к молитве к Богу. И это важная составная для верующих людей сегодня. Мы хотим видеть чудеса, мы хотим видеть перемены, но не будет перемен, если мы не будем уповать на того, кто эти перемены может сотворить. Мы, как люди, не, может быть, недооцениваем, насколько сильна молитва. Мы, может быть, недооцениваем, насколько молитва может иметь долгое время приготовления и делать свою работу. Кто из вас, вот, ну, как бы, и шел к Богу очень долгим путем? И вы знали, что за вас молились люди? О! Вы знали, что за вас молились люди и промаливали? Бог приготовляет этот путь, и Он поднимает сегодня молитвенникам. В течение нескольких недель мы уже говорили о Нагорной проповеди. И Бог положил мне это на сердце для того, чтобы разобрать все-таки принципы молитвы. Мы понимаем, что есть молитва благодарения, мы понимаем, что есть молитва ходатайства, прошения, воинствующие молитвы, такого, как бы, переживания страсти в Боге. Мы это понимаем. Мы также понимаем, что хвала и поклонение являются частью молитвенного процесса, потому что всем псалмы, они были, это молитвенное обращение к Богу. Сегодня во всех синагогах молитвенники, которые они читают, они поются. Поэтому музыкальное сопровождение или песнопение непосредственно связано с молитвой обращения к Богу, потому что это часть Божьего призвания для своего народа. Я как уже говорил, мы с вами уже говорили немного о молитве, особенно на Горной проповеди. Мы затрагивали вопросы, что в этой Нагорной проповеди, это была самая длинная проповедь, которая записана в Евангелии, 111 стихов, которые отображают послание Ишуа к людям. И в этой же Нагорной проповеди есть учение, или же, больше сказать, попытка научить народ молиться. И многие люди эту молитву заучили, ее наизусть выучили. Эта молитва отскакивает от зубов вовремя и не вовремя. Отче наш записано, прописано, зашито, перешито. У многих людей это как некий, знаете, на всякий случай, на все случаи жизни молитва Отче наш. Не принимая во внимание, что в этой молитве имеет Ишуа в виду, когда он говорит о молитве Отче наш. Давайте мы, если вы помните эту молитву, прочитаем ее наизусть. Кто помнит ее? Давайте мы ее изучим, если мы не помним. Мы скажем, Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб нас насущный, дай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь. Вы знаете, в древние времена, может так, или же недалекие древние времена, буквально там 50, 60, 40 лет назад, ни в одном собрании не проходила молитва без этой молитвы. Ни одно благодарение, ни одни молитвенные собрания, ни одно служение не проходило без молитвы Отче наш. Многие из собраний или верующих людей и динаминаций до сегодняшнего дня используют эту молитву. И все же, что же в ней особенного? Это тот принцип, который Ишуа заложил для основания нашего пования. И мы говорили первый раз о силе молитвы. В прошлой неделе мы говорили о том, кому эта молитва обращается, кому мы молимся. И если мы понимаем, что у человека в наше время, или же у человека вообще есть тот принцип «Отче наш», Бог является нашим Отцом. И если мы понимаем, что Бог наш Отец, тогда обращение идет к нашему Отцу. Но также я в прошлый раз отмечал, что Ишуа говорит к народу, который был богобоязанным, может быть, очень религиозным, к евреям. И он говорит, вы исполняете волю Отца вашего. И они говорят, подождите, мы дети Авраама. Он говорит, если бы вы были дети Авраама, вы не хотели бы меня убить. А так вы хотите меня убить, уничтожить. Поэтому ваш Отец, он дьявол. И мой почерк был такой в том, что люди, которые даже приходят на собрания, которые пытаются быть в хороших отношениях с людьми, пытаются быть хорошими людьми, не обязательно, что они еще знают Бога Отца. И мы иногда попадаем в просаг, мы иногда слышим голос не того Отца. И для нас очень важно обращаться к нашему Небесному Отцу, который является владыкой от всем, и сказать, где-то я не того Отца услышал. Все-таки это природа, падшая природа человека, она всегда склоняет нас к нашим действиям, к нашим похотям, к нашим желаниям. Эти желания не всегда выполняют волю Отца. И сегодня я хочу говорить о другой фразе, которая записана в этой молитве, молитве «Отче наш». Хотя и очень быстрая молитва. Знаете, несколько раз мои друзья спрашивали такие, как ты хочешь сварить яйца, которые как «Отче наш» или «вкрутую». И я никогда не понимал, что это значит «Отче наш». Когда закипело, ты читаешь молитву спокойно «Отче наш», значит не будет крутой, будет как раз, как надо. Вот знаете, вот даже для этого используют «Отче наш», чтобы знать, как сварить яйца. Я не знаю, человеческая природа из всего найдет себе прок, но все же, Матфея 6 глава говорит такие слова, что «Да придет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Вы знаете, интересный момент, что эта молитва разделена на две части. В начале прославление или хвала, и во внутри молитвы идет прошение. И в конце идет также благодарение. Например, мы читаем, что «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Это часть такой литургической хвалы и поклонения. Это возвеличивание Бога, благодарение Богу. «И в конце будет такое, ибо Твое есть царство и Твоя есть сила во веки. Аминь». Тоже является хвалебной частью. Между двумя этими строками написано то, о чем мы должны молиться. То есть, что просить? Знаете, очень часто, очень часто в наших молитвах мы делаем прошение. Мы просим Бога. Иногда, когда молишься с людьми уже долгое-долгое время, думаешь, ну, может быть, уже как-то переключиться на другую какую-то молитву. Может быть, перестать просить и умолять, добиваться, требовать. Знаете, есть люди, которые требуют. Там написано, что «Я стал богатым». Там много что написано. Там еще и написано, что и бедный, да, Бог поднимает бедного, не дает ему упуститься ниже, он прокормит его. Но, знаете, я за то, чтобы мы просили, потому что прошение является частью Божьей воли. Бог говорит о том, чтобы мы просили. И вот в Отче наш, она открывает сущность прошения. Первый мой пункт в сегодняшнем обращении к нам всем, это изучение этого местописания, просьба. Бог желает, чтобы мы просили. Бог хочет, чтобы мы просили. Бог хочет, чтобы мы смотрели на ситуацию и всегда зависимы были от Него. Его рука помощи, она открыта, чтобы помогать. Она не сократилась, чтобы отвергать нас. Она простерта, чтобы помочь нам. Если мы понимаем, о чем мы просим и как мы просим, открывается другая форма именно нашего желания перед Богом. Интересное местописание, которое я вам покажу, что Бог хочет, чтобы мы просили у Него помощи. Иоанна 14 глава, 13 стих. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего просите, ибо имя Мое, я то сделаю». Ишуа подталкивает нас на то, чтобы мы просили. И Отче наш как раз разделяется на две части. Хвалебное в начале, благодарственное в конце, утвержденное. И между ними есть та формула прошения, которая каждому из нас известна. Те нужды, которые покрываются Богом в нашей жизни. И Иоанна 15 глава, 7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Вы скажете, «Рэбэ, мы много что просили, но не все получили. Мы много что хотим, но не все возможно. Не все должно мною обладать». Конечно же, вы знаете, самое интересное местописание, которое говорит, Ишуа говорит об этом, которое меня шокировало, буду говорить так, раз я просто читал его. Вот на горной проповеди Матфея, 6 глава, 8 стих, там есть фраза, которая на самом деле меня повергла в шок. Почему? Потому что я никогда не подходил именно с такой точки зрения, когда, ну, знаете, Дух стал говорить в мой разум и направлять меня немножко. Например, «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Вы сказали, что здесь сложного? Еще ничего нету, Бог уже все знает. Но, знаете, когда я начал думать об этом местописании, я понял, что многие люди не просят, потому что они говорят, Бог и так знает, что мне нужно. Я думаю, фактически это правда. Если Он знает все, то зачем нам молиться? Но секрет здесь идет, знаете, в чем? Вот в этом же стихе. Перед тем, как ты просишь, а надо просить, другими словами, надо просить. Перед тем, как ты просишь, Отец твой Небесный знает, о чем. А если ты не просишь, то Ему не нужно исполнять его. Когда я начал смотреть такими глазами, я начал понимать, что мы должны просить, перед тем, как у нас есть желание, мы начинаем просить у Бога с верой. Он в совершенстве знает уже наше прошение. Но если мы говорим о том, что Он всемогущий, Он знает, что мне нужно, означает то, что мы не просим, не хотим, и мы не нуждаемся в Его помощи. И вот этот стих, он очень уникальный, потому что мы должны просить у Бога, чтобы иметь в Нем отношение. Важны эти фразы, того, что Ишуа говорит, Отец ваш Небесный, Он исполнит. Если вы уже открыли местописание Евангелия от Матфея, перейдите на одну главу выше, это седьмая глава, с 7 по 11 стих. Ишуа говорит такие фразы, которые являются частью тоже проповеди Нагорной. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получит, ищущий находит, стучащему отворят. Если между вами какой-то человек, который когда сын его попросит, у него хлеба, подал бы ему камень. Когда попросит рыбу, подаст ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». И интересная фраза, «даст благо просящим у него». И вот последнее время, то есть последние 10 лет, особенно движение веры, что нам нужно просить у Бога, и мы получим. Просите с верой, настойчиво, пишите, записывайте, требуйте у Бога, вы получите. Вы знаете, когда я начал читать, рассматривать эту молитву, я понял, что есть нечто, что проводит нас через фильтр нашего прошения. Бог хочет, чтобы мы просили. Бог хочет, чтобы мы просили у него блага земные. Нормально, это без исключения. Но я вам покажу нечто другое, глубину картины прошения, которые Бог просит, говорит к нам. Когда мы говорим и просим, «прости нас», «дай нам», «не веди нас в искушение», это прошение, но это прошение идет перед, знаете, перед этим прошением идет фраза, которая может поменять наше отношение ко всему окружающему нас. В этом случае идет, в первую очередь, Царство Небесное. Мы никогда не смотрим на очи нас, как просто молитва. И вот мы можем просить, «дай нам хлеб насущный», «прости нам долги наши», «не веди нас в искушение». Там есть фильтр, фильтр, через который мы молимся. Этот фильтр называется «Царство Небесное». «Да придет Царствие Твое», «Да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Мы можем и должны просить, но Ишуа говорит, «Вот Твой фильтр, на который Ты можешь равняться». Твой фильтр молитвы, Твоего прошения, «дай нам хлеб насущный», «прости нам долги наши», «не веди нас в свое искушение», «избавь нас от лукавого». Перед этим прошением стоит фильтр. И фильтр называется «Царство Небесное». Может быть, нам тяжело будет осознать это, но этот фильтр является основой нашего мировоззрения. Как мы видим Бога и как Он может отвечать на наши нужды. Вот посмотрите, местописание 1 Иоанна, 5 глава, 15 стих. «Когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы ни попросили, знаем, что Он получаем просимое от Него». Знаете, фильтр для нас – Царство Божие. И мы говорим, «пускай придет прежде Твое Царство, да будет Твоя воля на земле, как и на небе». Каждый из нас ищет волю Божией. Скажите, что нет. Мы ищем. Мы хотим ехать куда-то, мы говорим, а будет это воля Божия или нет? Мы хотим выйти замуж, жениться, успешно сделать бизнес. И мы говорим, будет это воля Божия или нет? Я хочу показать вам, в чем заключается воля Божия. И наши прошения, все остальные наши молитвы, «дай нам, прости нам», и все «нам», проходит через этот фильтр, который называется «Царство Божие», и который называется «Его воля». Это очень важно понимать, потому что в Танахе, мы читаем, особенно в Псалом 19, написано «Начальнику хора», Псалом Давида, «Да услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога из Якова, да пошлет тебе помощь и святилище из Сиона, да подкрепит тебя». И написано «Да и восполнит, да и сделает то, да Бог сделает это». И вот шестой стих. «Мы возрадуемся о спасении Твоем». Помните, я говорил о спасении, да? «Ибо имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения наши». Вот в этот момент у нас очень часто вступает конфликт. Если я хочу что-то иметь, благо этой земли, почему я не получаю? Неверующие, они еще не успели что-то сделать, уже получают. И нам такое чувство, что их больше Бог слышит, чем нас. И вот этот момент чаще всего рушит нашу веру. Как узнать о том, что то, что мы просим, мы получим? Как понять, что то, что мы просим, становится волей Божией, и мы обязательно получим? Ведь написано, «Просите, и да, она будет вам». Просить нужно как? С верой, не мало не сомневаясь. С верой во что? Что мы получим, или ту вещь, которая нам необходима? Наверное, вера в того, кто может это произвести. Ответ лежит, фактически, в этой молитве «Отче наш». Если мы начинаем просить в фокусе Царства Божьего, «Да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое», наши желания меняются. Что я имею в виду? Может ли мое желание поменять жизнь другого человека? Царство Божие – это все-таки о нас, о людях. Бог не строит свое царство ради себя. Он строит свое царство ради таких, как мы. Те, которые становятся частью этого царства. Те, которые принимают Ишуа личным спасителем. Мы говорим, что Он Малах Израэль, Он Царь Израиля, Он Царь, мой Царь. И если Его Царство, оно распространяется здесь на земле, вопрос, «Да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое». Мое желание, то, что я хочу получить в этой жизни, сможет ли расширить Его Царство здесь на земле? Сможет ли мое желание помочь людям, которые нуждаются в Боге? Сможет ли мое желание проявить славу Божью и чтобы люди вокруг Тебя стоящие сказали, «Воистину с Тобой Бог!» Мы так же не смотрим на наши нужды. Никто из нас на самом деле не смотрит так, как Ишуа говорит о том, что просите, просите, это ваша часть, просите у Бога, и Бог хочет, чтобы вы просили, но просите через Царство Божье. «Да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое». Этот фильтр чаще всего мы убираем, когда мы просим о наших нуждах. Скажите, пожалуйста, прошение о спасении своих детей это добру или козлу? Добру. И спасение наших детей, то, что наше прошение, чтобы Бог сохранил их, укрепил, дал им жизнь в избытке, которая проявит волю Божию для них в будущем, которая даст им спасение. Расширяет ли это Царство Божье? Вы понимаете, о чем я говорю? Мы часто фокусируемся на том, что нам нужно, необходимо. Но да, Он восполнит эти нужды, но если мы будем смотреть и молиться в фокусе Царства Божьего, тогда наши нужды, то, что нам необходимо, они будут сфокусированы в то, что Бог делает в этом мире. Нам не важно будет, на какой машине мы ездим, нам не важно будет, сколько комнат будет в моем доме, нам не важно будет, будем мы кушать хлеб черный или белый. Мы будем довольны тем, что у нас есть, потому что наш фокус будет на том, что Бог делает в этом мире, и мои желания помогут ли тем людям, которые в этом мире приобрести Бога. Мы начинаем, как бы сказать, лавировать, выпрямлять свой фокус на том, что Бог делает. И ничего нет плохого в том, чтобы красиво одеваться, нет ничего плохого, чтобы ездить на машине, нет ничего плохого, чтобы жить в доме, либо ездить на курорты, нет в этом ничего плохого. Если наши желания совпадают с Божьими желаниями, чтобы люди другие увидели, как намного благ Бога Господь, и сказали, прославили Бога, и сказали, я хочу такого Бога, как ты у тебя. И ты бы смог бы поделиться с Ним Евангелие, провести его через покаяние, привести его к Богу, который хочет изменить его и расширить свое царство небесное здесь на земле. Вы знаете, когда перед словом наш, нам и нас стоит слово, да будет воля твоя и твое царство, нам нужно думать, что этот фильтр стоит для нас, чтобы думали об этом. Вы не имеете, потому что не просите. Потому что просите для себя. Еще раз повторю. Писание говорит о том, чтобы мы просили. Просили у Бога то, что необходимо, и чтобы оно славило Его. Итак, фактически Отче наш – это практическое упражнение в молитве. Практическое. Это не означает, что нам нужно прочитать ее за 45 секунд, а практическое употребление, что Бог хочет видеть в нашей жизни. Я уже говорил, спасение нашей семьи, это расширение царства. Работа, обеспечение, жилье – это сфера, где люди ищут стабильности. И они, когда видят, что ты стабилен в Боге, эта стабильность отражается в твоих отношениях к семье, в работе, в то, чем ты обладаешь, им хочется иметь такого Бога, как у тебя. И знаете, очень важно, что царство – это уже здесь на земле. Царство Божье уже здесь на земле. Мы молимся, хотя мы молимся, да приди, царство Твое, я вам прямо скажу, мы, когда молимся об этом, мы все-таки думаем о втором пришествии. Правда? Мы, когда молимся, да приди, поскорее, избавление придет. Это апокалистические такие действия. Вот этот человек, который мне сделал зло, Господи, да придет Твое царство, да будет Твое возмездие на него, да будет отомщен праведник за те огломления, которые над ним делали. Вот такое состояние. Мы на самом деле, когда говорим, отче наш, мы говорим, да придет Твое царство, как будто из будущего притягиваем его в настоящее. поскорее бы он пришел и все бы расставил на место. Я не прав, или я прав? Ну, то, что я переживал чаще, да, когда говорю, да придите, как будто провозглашаю, что поскорее пришло это царство и мое избавление на этой земле окончится. Но я забываю, что в первую очередь должны евреи собраться в Эрес, в Израиле, закричать Богохаба, Боше Мадонай, кричать, что Господи, спаси, да, тех богословен, грядущих в имя Господне. Но как этого не происходит, все остальные молятся о том, что царство пришло и мы не понимаем, что это такое. Ишуа говорит слова, которые будут нас поражать. В этом месте здесь используется слово, которое идти, слово не просто придет будущее, а слово идти. Да, вот, мы говорим, да иди себе. Это будущее или настоящее? Это повеление. Но вот в этом здесь вот да придет царство твое используется слово продолжительно неопределенное. Продолжительно неопределенное время. И вот неопределенное время мы все-таки хотим пережить. Ишуа говорит слова, которые царство небесное, оно здесь. Оно здесь. Каким образом оно пребывает? Каким образом оно здесь? Помните, мы говорили о том, что духовный мир, он реальный. То, что есть борьба против духов князей злобы поднебесной. Как бы территории, разные территории, они под всякими бесовскими влияниями. Я говорил как раз о том моей поездке в Иордане, где был том месте, где Ишуа изгнал бесов из человека. Они просили его, чтобы не изгонял из той страны. Есть территориальные такие духовные сферы. Но вопрос сегодня, если царь вселенной, он находится здесь, значит, здесь есть что? Его царство. Не может быть царя без царства. Его присутствие производит изменения. И вот этот момент, когда Ишуа проповедовал, это царство уже было тогда на том месте. Наша проблема в том, что мы начинаем просить, чтобы это царство пришло. Что происходит с нами? Что произошло с нашим мышлением? Матфея 12 глава. Давайте я начну. Матфея 4 глава. Покайтесь, его приблизилось Царство Небесное. Слово там приблизилось имеется в виду уже как бы оно уже вот-вот на расстоянии руки. Его можно взять, оно уже здесь. Следующий Марк 1 глава 15 стих. Исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Матфея 12-23. Я читаю сейчас перевод из Кулакова. Если же Духом Божьим изгоняя Ябесов, тогда Царство Божье пришло уже к вам. Как так, что когда Ишуа пришел, он провозглашает, что Царство Божье, оно уже здесь, а мы в нашем разуме просим, чтобы оно еще пришло. Где-то какой-то разрыв произошел. Но вот именно в этом заключается часть молитвы, что это неопределенное продолжительное время. И самое интересное, мой ответ для многих людей, что Царство Божье, оно уже в нас. Оно в нас. И Лука говорит, 17 глава, 20-21 стих. Парисеи спрашивали его, когда придет Царство Божье? Когда оно будет? Где оно? Мы все его ждем. Когда оно будет? Где оно будет? И он ответил им, Царство Божье зримо не приходит. Потому что у каждого из нас есть мышление, какое оно должно быть. И мы его трактуем по состоянию нашего здоровья. Насколько мы его хотим, это Царство Божье? Мы его трактуем именно таким образом, как мы его хотим видеть. И Шуа говорит такие слова, что это Царство не приходит виденным образом. но вот оно здесь или там будет говорить, ибо Царство Божье внутри вас. Царство Божье не там явилось или здесь явилось. Царство Божье не в Америке, потому что там все есть благополучие, либо в Германии, потому что там кризиса не было. Не на Украине, потому что у нас все так свободно, еще хочешь, что говоришь. Это не Царство Божье. Царство Божье еще внутри вас. И этот момент очень важно понимать. Когда мы говорим о времени Царства Божьего, оно здесь. Когда мы принимаем Ишуа личным спасителем, мы принимаем его Царем и Мессией. Он владычествует вот этим телом, этим разумом. И у меня вопрос не то, что он является вот сегодня, сейчас он господин и Царь моей жизни. Вопрос в другом. будет ли он Царем и Господином завтра, когда я проснусь? Будет ли он моим Царем и Спасителем, если экономически я не совсем процветаю? Будет ли он моим Спасителем и Царем, если меня друзья кинули, даже еще верующие друзья меня обманули? Останется ли он этим Царем моей жизни? Вот вопрос в чем. Сегодня он мой Царь, сегодня Господь Бог мой Царь, мы радуемся, потому что у нас хорошо, завтра у нас не очень все хорошо, не все складывается как надо, и это Царство вдруг исчезает. Не может так быть. И Шуа говорит, Царство Божие, оно внутри вас, и этому Царству должно расшириться. Кто знает, сколько примерно сегодня христиан в мире? Я не говорил тех, кто рожден свыше вообще христиан в мире. Около двух миллиардов людей сегодня говорят, что они христиане. Можно ли сказать, что это эра христиан? Можно, но не факт, что произошло. Вы понимаете, да? Расширяется ли Царство это Божие? Мы не видим того мира, мы не видим этого безопасности. И чаще всего иудейские трактаты говорят о том, противовес, что Ишуа не является мессией. Один из аргументов, они говорят, все хорошо, да, он там исполнил это пророчество, там исполнил все пророчество, но если он одной из одних пророчеств не исполнил, он не может быть мессией. Один из вопросов это мира. Он не принес мир в Израиль. Мира нету, война, значит он не мессия. Но знаете, помните, как Барри, который вчера был здесь на вечернем собрании, он сказал, у меня была ситуация, в которой я не имел себе мира. И после молитвы людей, они помолились за него, я еще не будучи верующим, не призвал имя Ишуа, но они помолились во имя Ишуа, когда мы общались, он говорит, представляешь, они помолились во имя этого, чтобы знали все евреи, говорит, во имя этого или того, помолились во имя того. И вдруг я пережил шалом, мир. Мир пришел в мою жизнь, которую я не могу объяснить. Вот этот царь мира, он дает мир, который превыше всего. И вот это царство, о котором он говорит, оно здесь. Чаще в Писании царство Божье похоже или описывается фразами, как горчичное зерно. Царство Божье похоже на горчичное зерно. Царство Божье похоже на семя, которое вышел сеятель сей. Царство Божье похоже на виноградник. Знаете, вы скажете, а какое это отношение имеет к тому, о чем мы говорим, о царстве Божьем? Очень просто. Царство Божье, именно оно имеет потенциал расти, как любое семя, как любой живой организм. Он имеет потенциал жизненного роста. И царство Божье, которое внутри нас, оно должно расширяться, расти в уповании с Богом. И молитва отче наш показывает о том, что царство Божье, оно расширяется. И здесь используется слово, которое допредит царство твое, неопределенный артикль, но продолжительный, что это царство, оно есть и оно движется, оно не останавливается, оно расширяется путем, таким, как евангелизация, принятие Ишуа личным спасителем. Когда мы делимся этим Мессией другими, он становится их царем, и таким образом царство Божье распространяется здесь на земле. И вот царство здесь и навсегда. И навсегда. Знаете, у меня был небольшой казус несколько дней назад. Валик Шиховцов, дай Бог ему много здоровья, он мертвого поднимет, если нужно будет, он задумал несколько передач. Ну, конечно, я с ним сказал, да, мы будем делать передачи, нормально, но он же достает же так хорошенько, и написал весь сценарий, и все остальное. Несколько месяцев назад к своему как бы несчастью, может быть, я согласился, что я буду участвовать в этом. Был несколько дней назад, это было во вторник, был вторник, я сказал, все, в среду, сто процентов, но у меня не будет времени, потому что я уезжаю, мы уезжаем завтра в Африку, в Зимбабве, у меня нет времени, только рано утром, Ребе, в любое время, хоть ночью, я говорю, как насчет пять часов утра, говорит, можно и в пять, пока солнце не стало, пока нет этого света, может, он говорит, я уже вторник, я уже и ложусь спать, и она уже понимает, что я там читаю, уже засыпаю, я ему пишу, не будет вторник, давай переносим со среды, переносим на четверг, ну, четверг я набрался смелости, мы сделали передачу, вы знаете, я после чего, когда ехал домой, я очень сильно переживал, потому что я сказал, Господи, никогда больше, этот же человек, он же добрый, он же, когда делает передачу, он добрый, а потом начинает, Ребе, вы неправильно выражаетесь, вот это американская ваша улыбка, вот вы неправильно стоите, возьмите нос чуть ниже, тут вверх, не читайте справа налево, видно, что вы читаете, я думаю, ладно, мы начали в шесть часов утра, я приехал домой начало одиннадцатого, я ехал, знаете, я сказал, больше никогда, больше, все, это хватает передачи, и знаете, когда я ехал, знаете, такое чувство было, ну если это для того, чтобы царство больше распространялось, будешь делать? Я сказал, да, то есть, другими словами, оно мне не нравится, оно иногда, я после этой передачи я понял, что я не оратор, я хуже, чем то, что о себе думал, то, знаете, я понимаю, что если нужно что-то жертвовать, ну, даже если оно будет криво, косо, но ради царства Божьего, что не сделаешь, да, вот, если у нас будет момент такой, что мы распространяем это царство Божье, что мы должны много сделать, и знаете, последнее, то, что я бы хотел сказать вот в этой фразе, да придет царство, тогда будет воля твоя, это в том, что Божья воля, она совершенна, Божья воля для нашей жизни, она, это лучший вариант, лучше, чем вы все можете представить, вы должны понять о том, что мы живем в очень особенное время, и вот Деяние апостолов, 13 глава, 36 стих, там написано, что Давид в свое время послужил изволению Божьей, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, вот, а это к чему? Что мы умрем все? Да, мы все умрем, когда-то мы все умрем, но интересно здесь то, что я посмотрел это в другом переводе, оно означает вот такие слова, что Давид, он, выполняя волю Божью своему, свое, не свое время, а своему поколению. Он исполнял волю Божью для своего поколения. Мы живем не для себя, мы живем для поколения, для того, чтобы исполнить волю Божью для этого поколения. В чем воля Божья? Чтобы никто, во-первых, никто не погиб, но достигли Царства Небесного, достигли истины, достигли познания Бога, и второе, чтобы наша радость была совершенная в том, что мы делаем. И Давид, он, будучи в воле Божьей, он исполнял волю Божью, знать волю Божью, вопрос такой, что такое воля Божья? Я подбил вас к последней, то, что вы хотели учить с самого начала. Что такое воля Божья? Кто мне скажет, что такое воля Божья? Никто не скажет, правда? Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам о себе говорю. Если мы хотим узнать волю Божью, первое, вам надо знать Библию. мы же все-таки, как люди умные, мы читаем, как между строк, знаете, как это? Что Рэбе сказал? И чаще всего еврейский народ, он именно ссылается на то, чтобы не изучать Тору, не изучать. Давайте изучим, что об этом отрывке Тора сказал Рэбе, Шнирсон, Рамбам и другие. Зачем? Вот зачем изучать его? Зачем мне делать вывод о воле Божьей, если об этом уже подумали наши прародители? Другими словами, это относится и к нам всем, и к христианам, и всем остальным. Мы там Златоуста читаем, еще отцов церкви, и что они придумали, что они видят. Я не имею в виду, что мы должны интерпретировать, как мы хотим Библию, но я говорю о том, чтобы мы узнали, кто такой Мессия, о нем ли говорит Библия, и убедиться, что это его учение. А о чем его учение? О том, чтобы познали Бога, пришли к истине, узнали, насколько он благой. Если я хочу сегодня исполнить волю Божию, первое, что я смогу или должен сделать, это изучать его слово. В чем смысл его учения? Почему он пришел на эту землю? Зачем он пришел? Какова его цель? И знаете, наша воля в том, чтобы подчинить свою волю к Отцу. Бог создал нас по образу подобию своему. По образу подобию своему. А это означает, что он нам дал волеизволения. Тебе и мне он дал право выбора. Тебе и мне он дал право выбора. Творению нет выбора. Вы понимаете, да? Творение стинает, оно плачет перед Богом, кричит перед Богом, чтобы до человека дошло, что воля Божия есть. И вот наша воля, она может основываться только тогда, или чтобы узнать волю Божью, да, нам нужно подчинить нашу волю, наше желание, наше стремление на то, чтобы познать его волю. А мы не хотим. Ребята, друзья, мы не хотим. Мы не хотим читать Библию, мы не хотим приходить на собрание. Это против моей воли. Мы что, должны заставлять? Друзья, если мы хотим узнать волю Божью, а нам нужно подчиниться нашу волю в его волю. Знаете, каким образом? Ишуа говорит об этом. Написано, что Луки, 22 глава, 42 стих. Отче, ой, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. Ну, если бы так было хорошо. Но дальше он говорит, впрочем, не моя воля, еще была воля, но твоя воля да будет. Ты говоришь, я подчиняю свою волю, свое нежелание твоей воли. Если мы сотворим по образу, подобию Божьему, тогда наша воля должна быть подчинена воле Отца. У нас будет выбор, читать Библию или молиться. У нас всегда будет выбор, делать это постоянно или иногда. У нас будет выбор, отделить десятину или же не отделять ее. у нас всегда будет выбор, что делать сейчас. Если у нас, если мы не подчиним нашу волю Божьей воле, мы никогда не сможем познать Его волю. Впрочем, последнее, я вам хочу сказать. Мы говорим, да будет воля твоя на земле, как и на небе. Какая воля на небе? Многие могут сказать, о, знаю, там улицы золото, там 12 раз в году приносят урожай, а это значит, что Бог хочет, чтобы я жил богато, красиво, и каждый месяц еще дополнительные бонусы на работе получал в деньгах. Можно так перевести ее. Реально, можно, как хочешь перевести. Люди, они, ну, как бы так, очень мыслительны. Они могут все себе представить. Если золото там, все, и оно ничего не стоит, то что не стоит Богу дать мне чуть-чуть золота здесь? Нормально. И каждый месяц еще бонусы получать за то, что я ничего не делаю. Но я вам хочу показать, какая воля Божия на небесах, в чем на небесах есть воля Божия. И это записано в Откровении 21, глава 4 стих. И отрет Бог всякую слезу сочи их. Как вы думаете, тот, кто попал на небеса, он будет радоваться этим золотым улицам или будет радоваться тому, потому, что его скорби закончились. Услышьте мою сегодня такое вот взвешиванное положение. Дальше написано, что и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Когда мы говорим, да будет воля Твоя, да будет царство Твоем, какая воля Божия здесь, на земле? Воля Божия в том, чтобы ты плакал, если написано, что он утешитель для вдов. Воля ли в том, чтобы ты страдал и умирал? Нет, он говорит, я наполнил жизнь его благоденствием, благотой времени наполнил ее. Божье желание, чтобы мы долго жили, чтобы мы видели благодетствие своих детей. Божье желание и воля Божия в том, чтобы мы были свободны от земных каких-то, знаете, вот, страстей. Божье желание, чтобы видеть этот мир спасенным, чтобы никто не погиб. И если мы согласны с Божьей волей, тогда мы сможем спокойно молиться. Да будет воля Твоя. И, впрочем, не моя воля. Не как я хочу, но как ты хочешь. Я говорю об этом, чтобы мы сегодня помолились о совершенной воле для Украины, для совершенной воли для каждой церкви и общины, чтобы мы видели Божью милость, дарованную нам сегодня. Я бы хотел, чтобы мы молились вот именно таким положением. Мое желание, которое у меня есть, способствует ли Божьей воле здесь на земле? В чем заинтересован Бог сегодня? Я хочу подчинить свою волю Его воле. Я бы хотел сегодня помолиться за то, чтобы в нашей стране исполнилась воля Божья. Вы скажете, какая она? Неоднократно Бог говорил о том, что эта страна страна изобилия, что эта страна житниц, страна благословения, страна, которая будет поднимать миссионеров, служителей, верующих людей. Я в это хочу верить. И я верю в том, что у нас есть эта возможность. И если мы не станем на эту позицию молитвы за нашу страну, в которой мы живем, в которой мы родились, независимо даже от тех, кто, может быть, переехал сюда, чтобы жить, это наша страна, это наша земля. В ней не все в порядке, как и во всех других странах. Как в любой семье нет идеального положения. Поэтому Ишу оставляет нам эту молитву. Да будет воля Твоя. Я бы хотел, чтобы в нашей стране, в нашем городе было бы больше общин, церквей, чтобы положение церквей поменялось относительно греха и, можно сказать, компромиссов, чтобы грех назывался грехом, чтобы мы ушли от взяточества, от коррупции. Чтобы люди могли спокойно ходить друг к другу домой, знаете, знать, что не укради, не убей, не переставляй межи твоего ближнего. Я могу мечтать, я на это имею право. И моя молитва именно в таком фокусе. Да будет воля Твоя. чтобы мы стали катализатором каждой из нас воли Божьей. Чтобы мы стали людьми, которые расширяют Царство Божие здесь на земле. Чтобы видеть спасенных, исцеленных, видеть евреев и неевреев, принимающие Мессию Ишуа в свое сердце. Чтобы мы, в конце концов, стали жить счастливо. А счастье зависит от нас. И если мы хотим нашу волю починить Божию, тогда мы можем сказать, да будет воля Твоя. Впрочем, не моя, но Твоя воля будет. Дай мне узнать, кто Ты. Дай мне читать Библию и убедиться, что Ты тот Мессия, о Котором сказано, что Ты тот Мессия. Чтобы пережить Тебя и сказать воистину, мой Бог, Он живой Бог. Мы сейчас встали на наши ноги. В этой простой молитве мы помолимся к Нему. Аббат, когда мы стоим в тишине, и наша жизнь, она перед Тобой открыта, что бы мне хотелось попросить? в свете того, что происходит в этом мире, в свете того, что видим мы погибающих людей, детей, людей, стариков, которые живут в этом мире без Тебя. Господи, нам так хочется, чтобы они знали свободу. Дай нам узнать Тебя в первую очередь, чтобы не то, что я хочу, хотя Ты просишь, чтобы мы просили хлеб насущный, прощения, чтобы мы смогли фильтровать свои прошения через фильтр Царства Божьего. Мои желания смогут ли расширить Царство Твое? Мои желания смогут ли проявить свет Господь Твоей личности? Мои желания не будут ли вызывать у других людей ненависть к моему Богу, к моим тем, кто я называюсь христианином, мессианским, евреем? Господи, мои желания, помоги мне их фильтровать через позицию Царства Небесного, которая здесь на земле, которая внутри меня. Научи меня молиться, научи меня преклонять колени перед Тобою и говорить, сегодня, Ава, мы с Тобой будем вместе. Сегодня мой день провести с Тобой время и будет Твоя воля. Моих детях, чтобы они познали, что Ты есть Бог сильный. В моем бизнесе, чтобы люди увидели, что Ты Бог, который защищает, оберегает, дает мудрость. В моих десятинах, даяниях, чтобы Господь я мог показать, что Ты есть в первую очередь все во всем. Чтобы я мог сказать, у меня есть Бог, мой Отец, мой Папа. Он не только меня защищает, не только направляет, Он оберегает и насыщает жизнь мою, дает кушать благами этой жизни. И эти блага помогают другим увидеть Тебя, Боже. да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое, и я благодарен Тебе, Руах, что сегодня это день, день спасения. И если здесь есть люди, которые никогда не принимали Иисуса, Ишуа, личным спасителем, вы можете это спокойно сделать. Вопрос не богатства и жизни, богатства и уточнения здесь на земле. Вопрос прожить жизнь так, чтобы не было стыдно стоять перед Богом. У каждого свой есть выбор, но я также верю, что наши дела, они идут впереди нас. И если твои дела, которые ты делаешь, ты сняешься их, отдай их Богу сегодня. Сказать просто Аббе, я хочу быть чистым, я хочу предать свой путь тебе и следовать за тобою, куда бы ты ни повел. Я знаю, что плохого и дурного ты мне не желаешь, но ты желаешь, чтобы я познал тебя, чтобы я углубился в тебе, чтобы я расширил царство твое, что я помогал близким, родным, чтобы Господь мой Бог был моим Богом. Я признаюсь, что я грешник, я сознаю, что мне нужен ты, я сознаю, что Ишуа умер за меня, понес мои поругания и примирил меня с Богом Отцом. Я прошу, приди в мою жизнь, Ишуа, приди в мою жизнь, будь царем моей жизни, и пускай твое царство распространяется во мне, внутри меня. Поэтому мы говорим, приди в мою жизнь, будь царем. царь Израиля, будь во мне, я прошу тебя, что бы сейчас ни происходило в моей жизни, появи свою милость. Если это нужно, здоровье, поправь его, чтобы другие увидели, прославили вместе со мной, как ты благ, увидев это, я могу свидетельствовать о величии Бога. Господи, ради имени Твоего, Господи, мы перед тобой стоим, на Тебя уповаем, и Тебе говорим, приди, да будет воля Твоя, бешем Ишу Машихей. Присутствием окружи Ты восхищен Машихи 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 Присутствует dein Машихи Я на vaccines Машихи .